Не знаю, зачем я смотрю вниз, просто. Ладно, всё, поехали. Всем привет! В сегодняшнем видео я бы хотела поговорить о принципах и правилах интуитивного питания. Я знаю, что эта тема на самом деле очень заезженная в последнее время, потому что очень-очень популярна, и все её обсуждают. Проблема людей, которые садятся на подобный тип питания и при этом жалуются, что они не худеют, заключается в том, что они как раз-таки не знают тех самых принципов. Концепция интуитивного питания звучит так. Откажитесь от диет, начните слушать потребности организма, и только тогда вы обретёте здоровье и красоту. Конечно, когда услышишь такой лозунг и сразу думаешь, что почему бы и не попробовать, я хочу кушать тогда, когда я хочу, и что я хочу, в таких количествах, в которых я хочу, и при этом не поправляться. Все бы хотели обладать такой суперспособностью, все девочки, ну, по крайней мере, я бы точно бы хотела. Но, к сожалению, не всё так просто, поэтому давайте приступим, я вам расскажу, что да как. Интуитивное питание было придумано Стивеном Хоуксом. Он говорил такие слова. Дай организму то, что он от тебя требует, и тогда ты его удовлетворишь, и он будет спокоен. Первый принцип интуитивного питания — это отказ от диет. Сначала давайте дадим определение слову «диета». Диета — это образ жизни, это режим питания. То есть, другими словами, правильное питание и интуитивное питание — это тоже своего рода диета. Отказ от диет подразумевается, нужно отказаться от всех каких-то жёстких диет, когда ты ставишь себя в узкие-узкие рамки, должен всё это соблюдать, и при этом вы сбрасываете килограммы, а потом очень быстро их набираете, причём можете даже набрать больше, чем было ранее. Это правда. Также нарушается метаболизм, что очень плохо. Поэтому от такого рода диет стоит отказаться. Но если вы, к примеру, обладаете чрезмерным количеством лишних килограммов, вот в таком случае, естественно, диета нужна, вы должны идти в специализированные клиники к диетологам, чтобы вам, конечно же, сделали определённый режим питания. А уже потом, когда вес станет каким-то нормальным, то есть у вас будет норма определённая, то после этого, конечно же, можно убрать все диеты в сторону и переключиться на интуитивное питание. Второй принцип заключается в том, что нужно уметь слушать свой организм и распознавать, когда он голоден. Себя не нужно доводить до двух состояний. Когда вы безумно голодны, прямо вот готовы съесть слона, и до состояния, когда вы переели. Вот просто сидите пузом кверху, от боли корчитесь, хотите выпить таблетку, потому что вы прям, ну, конкретно переели. Вот эти два состояния вы должны избегать. Научитесь распознавать, когда вы голодны, по шкале от 1 до 10. То есть, если вы голодны на 1 балл, это ничего не значит. Если у вас где-то на 6-7 баллов чувство голода имеется, вот в таком случае стоит садиться за стол и что-то поесть. Но не доводите свой организм, как я уже говорила, до переедания. Чувствуйте, чтобы был такой баланс, чтобы вы как бы встали из-за стола с чувством, что вы бы еще что-то съели, но по сути вы уже наелись. Третий принцип звучит так. Наелся, оставь еду в покое. Но, к сожалению, не все люди могут отказаться от этого. То есть, у нас как бы как в голове. Построено даже с самого детства, вот нам всегда родители вбивали в голову, что не оставляй за собой последний кусочек, там, это твоя сила или еще что-то в этом духе. Все это бред. Ну, на самом деле это бред. Если вы почувствовали, что вы наелись, не нужно думать о том, что, о боже, нет, я должен доесть эту пачку, я должна обязательно доесть эту шоколадку. Если я оставлю в тарелке кашу, то там моя сила, я целый день не смогу нормально прожить. Короче, вот этот бред уберите из своей головы. Если вы ощутили какое-то чувство насыщения в своем желудке, то в таком случае уберите все в сторону и не продолжайте кушать. Далее идет четвертый принцип, который очень тесно связан с третьим. Звучит он так. Получайте удовольствие от пищи. Вы должны уметь растягивать вашу трапезу на 30 минут минимум. Не нужно это все делать в попехах, потому что вы опаздываете на работу, в университет или еще куда-то. Получайте кайф от того, что вы едите, и просто научитесь чувствовать запахи, научитесь чувствовать вкусы, научитесь как-то распознавать, из чего то или иное блюдо приготовлено. Просто позвольте себе быть в роли некого дегустатора. И в таком случае ваш в первую очередь метаболизм скажет вам огромное спасибо, потому что когда вы кушаете медленно, пережевываете все, то вы помогаете метаболизму вашему, вы помогаете вашим всем процессам, которые внутри потом расщепляют эту вашу еду. И еще вы даете понять своему мозгу, своей голове, что как бы вы уже наелись. Потому что когда все делается в попехах, за 5-7 минут информация до мозга не успевает доходить, ну как бы то, что вот ты уже наелся. Может быть ваш организм реально наелся, ваш желудок уже заполнен, но мозг так не считает. И поэтому вы еще можете думать, что блин, я как бы еще кушать хочу. На самом деле это не так. Следующий принцип звучит так. Так, еда это не способ уйти от проблем, и это не способ поощрения. То есть, если, к примеру, вы расстались со своим парнем, или у вас случилась какая-то трагедия, много негатива накопилось, много огорчения, и вы начинаете просто реветь, плакать и думать, всё, я должна заесть это горе едой, потому что по-другому нельзя. И вы идете в магазин покупать себе мороженое, пироженое, всё что угодно, всё плохое. Булочки, много колбаски, приходите домой, делайте себе бутер, а после этого десертик. Это неправильный подход. Лучше запишитесь в фитнес-зал. Я вам честно говорю, вот когда очень много негатива накапливается, фитнес офигеть как спасает. Просто весь негатив остается там, после этого в душах, и всё. Новый человек. А если ещё и на йогу, как заново родился. Также есть пример, да, вот день рождения. День рождения, или вы защитили диплом, или повышение какое-то, и вам говорят, всё, давай сегодня будем кушать. И ты такой думаешь, точно, закажу пиццу, закажу лазанью, закажу всё самое вредное, потому что сколько я не ела вредности, и сколько я ещё не буду кушать, а вот сегодня прям наемся основательно. Это тоже неправильный подход. В интуитивном питании вы можете питаться каким-то таким вредным, какой-то такой вредной едой в любой момент, когда ваш организм этого захочет, вот реально захочет. Потому что вы понимаете, вот вы прислушиваетесь к организму и понимаете, что ну он действительно этого хочет. Одни из самых главных пунктов интуитивного питания я объединю в один принцип, это тренировки и сон. Если вы рассматриваете интуитивное питание как главный режим питания на всю вашу жизнь, то в таком случае тренировки это неотъемлемая часть. Вообще в любой диете тренировки неотъемлемая часть. Потому что когда вы смотрите на девушку, видите у неё там попу орех, подтянутую фигуру, пресс, это не потому что она на диете сидит, это потому что она занимается тем или иным видом спорта. Я сейчас не говорю, что вам нужно ходить в спортзал, таскать железо. Если вам это не нравится, то вы спокойно можете заняться плаванием, танцами, йогой, пилатес. Куча разных спортивных занятий есть, которые подойдут на вкус и цвет каждому человеку. Помимо того, что спорт приносит два отличных плюса, таких как ускорение метаболизма и избавление от лишних калорий, вы ещё получаете невероятное удовольствие и избавляетесь от негативной какой-то энергии. Сон играет одну из самых важнейших ролей во всех процессах нашего организма, в том числе и обменных. Поэтому приучите себя к тому, что нужно спать не менее 8 часов в день. Также, девушки, есть так называемый сон красоты, он длится с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Поэтому приучите себя к тому, что нужно ложиться в 10 часов вечера, ну в 10-11, где-то так. И будет вам в вашей молодости красота на долгое время служить. В заключение я бы хотела сказать, что диета, интуитивное питание, она может быть малоэффективна или вообще усугубить ситуацию в худшую сторону для некоторых. Для того, чтобы сидеть на такой диете, нужно уметь понимать и слушать свой организм максимально хорошо. Я как человек, который перепробовал достаточное количество диет и сидел на различных режимах питания, могу вам посоветовать совмещать правильное питание, интуитивное питание и спорт. В таком случае вас ждет колоссальный успех. Я надеюсь, данное видео принесет вам какую-то пользу. Спасибо большое за просмотр, спасибо большое за вашу поддержку. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok